Добрый день! Розалия де Кастро, испанской галицийской писательницы и поэтесса. Она родилась в Сантьяго с 10 лет, жила в Сантьяго, получала там образование в местном университете. Она вышла замуж за Мануэлю Мургеса, это тоже довольно известный испанский писатель и поэт, который писал на испанском и на галицийском. И тоже писала песни и рассказы. Но не серьезно к этому относилась, муж ее очень долго уговаривал что-нибудь издать и наконец-то он ее уговорил на сборник галицийские песни, который мгновенно стал очень популярным, очень знаменитым, много раз переиздавался. Розалия де Кастро похоронена в Сантьяго, в какой-то момент ее прах перенесли в пантеон великих людей Галиции, в монастырь Сан-Доминго де Бонавай, потому что она писала больше на галицийском и она считается одним из трех великих поэтов второй половины XIX века, которые продвигали и популяризировали галицийский язык. Жизнь у нее была довольно трудная. Она родила семерых детей, некоторые умерли в младенчестве и умерла в 49 лет от рака. И умирала довольно тяжело, тогда не было ни обезболивающих невозможностей. Она описывает свой опыт умирания, она описывает свой опыт потери детей, она описывает такую жизнь простой галицийской женщины, не простой в смысле крестьянки, а в общем простой, но из интеллигенции. Многие ее песни, многие ее стихи выросли из детских песен, стихов, которые она пела своим детям, придумывала и пела своим детям. Музей Розалии де Кастро находится в Падроне, это дом, где они жили с мужем почти всю жизнь, то есть она только в молодости жила в Сантьяго и прав был туда перенесен. А прожила она в Падроне, это около 25 километров от Сантьяго, на португальском пути, если вы идете в Сантьяго по португальскому пути, туда можно зайти. Музей посвящен ее поэзии, посвящен ее жизни, посвящен быту того времени. В общем, действительно, очень такой интересный музей, но только весь на испанском. То есть он для своих, там нет этикеток на английском, к сожалению, поэтому то, что мне друзья переводили немножко, то я и узнала. А глобально мне не удалось много всего почитать про Розалию де Кастро, потому что это все на испанском и галицинском. В Сантьяго стоит и монумент, очень красивый монумент в стиле модерн, хотя это такой модерн Сантьяго де Компостелло, который очень похож на мотивы и барокко, и 16 века. Вот эти вот круглые детальки, геометрически обрубленные, то есть можно вполне себе представить, что это тот самый 16, 17, 18 век Сантьяго. И тот же камень серый, и те же мотивы, то есть в Сантьяго. И модерн тоже очень похож на арт-деко и барокко, и возрождение. То есть детали и мотивы по всем стилям гуляют примерно одинаковые. Очень геометрический, очень четкий. Очень красивый памятник, он находится в садах Аламеда. Это место, откуда начиналась Сантьяго, там стоит самая древняя церковь Сантьяго. И туда стоит погулять, оттуда прекрасный вид на соборы, на старый город. Именно Розалии де Кастро посвящено одно из стихотворений Лорки из сборника 6 поэм на галицинском, то есть из шести стихотворений посвященных этому городу, одно посвящено Розалии де Кастро. Он к ней обращается как к подруге. Хотя, конечно, они не встречались, они из разных поколений. Спасибо за внимание.